Всем привет! Меня зовут Илья Яшин, я глава муниципального округа Красносельский. Жить в Москве стало опасно. Я сейчас говорю не про оппозиционных активистов или журналистов, нет. Речь о том, что инженерные коммуникации в столице приходят в негодность и все чаще случаются техногенные аварии. Любой прохожий рискует, просто прогуливаясь по городу. Вот вам конкретный пример. В моем районе есть проблемный участок теплотрассы на Большой Спасской улице. Жители уже много раз жаловались на сбои в его работе. Еще в 2018 году мы направляли запрос в московскую энергетическую компанию с требованием провести капитальную замену коммуникаций. Вместо этого городские службы решили, что достаточно сделать косметический ремонт и просто залатать ветхие трубы. Вот результат. На этих кадрах запись с подъездной камеры жилого дома номер 6. Поздняя ночь. В 2 часа 49 минут происходит замыкание электричества, за которым следует мощный выброс из-под асфальта, который выглядит как настоящий взрыв. Под давлением вылетает металлический люк, который падает прямо на лобовое стекло припаркованного рядом автомобиля. Владелец машины на следующий день был в шоковом состоянии и рассказал мне о том, что произошло. Я, собственно, утром вышел на улицу, обнаружил, что автомобиль, приближающий моей жене, вот имеет такие повреждения. Потом я пошел вот в это здание. Большая спаска 25. Охранники мне сказали, что примерно около 3 часов ночи произошел взрыв в камере МОЭКа вот в этом люке. Очевидно, что, видимо, крышка поднялась с силой вылезла на такую высоту, опустилась на лобовое стекло. Вот нанесла повреждения. А вы когда пришли, крышка была на стекле? Когда я пришел, все уже было почищено, зачищено, и все делали вид, что так оно и было. Все было так. Дикая ситуация. Большая спаская, оживленная улица в центре Москвы. Удача, что авария случилась ночью, когда рядом не оказалось прохожих. Ну просто представьте, если бы этот 40-килограммовый люк упал на человека. На следующий же день после аварии я направил депутатские запросы в МОЭК, МОСГАЗ и прокуратуру. Реакция ожидаемая. Начался традиционный бюрократический футбол. Чиновники кивают друг на друга, никто не хочет нести ответственность. Одни говорят, что дело в коротком замыкании, другие, что причиной стал накопившийся под землей метан. А кто виноват? Да никто. Просто стечение обстоятельств. Форс-мажор. Уже понятно, что городские службы постараются замять эту историю. Но я не хочу спускать ее на тормозах. Потому что если в центре города происходят взрывы и летают металлические люки, то эту проблему надо решать, а не прикрывать свои задницы, как это делают сейчас чиновники. Ну нет виновных в них. Ну нет, просто звезды так сошлись. С помощью этого видео я хочу привлечь внимание к событию. И от имени своих избирателей публично озвучить требования к следственным органам. Во-первых, я прошу провести прокурорскую проверку по факту аварии на Большой Спасской, установить причины и назвать конкретных лиц, которые несут за это ответственность. Во-вторых, требую гарантировать компенсацию ущерба семье Сергея Скокова, автомобиль которого пострадал в результате происшествия. В-третьих, требую возбудить уголовное дело по статье 293 УК РФ в связи с преступной халатностью ответственных лиц, действия которые привели к этой аварии. Отдельно хочу добавить, что с каждым годом все больше вопросов возникает к столичному мэру Сергею Собянину. Ведь давайте честно признаем, подобные аварии давно уже стали для нашего города обычным явлением. Москва богатейший город Европы. Бюджет российской столицы больше чем в Париже, Лондоне, Берлине. Денег действительно очень много. Их точно хватает и на современные инженерные коммуникации, и на обеспечение городских служб, и для надежной коммунальной системы. Но после каждого ливня в городе начинается поток. Автомобили уходят под воду, магистрали превращаются в реки, а метро заливает дождевыми потоками. Дома ветшают, происходит обрушение балконов, стены идут трещинами, причем как в центре, так и на окраинах. Хваленая плитка, которой замостили весь центр города, шатается под ногами. Прохожие спотыкаются, женщины ломают каблуки и проклинают последними словами чиновников, которые отвечают за городское хозяйство. Год назад произошел прорыв дамбы на канале имени Москвы, после чего вода хлынула в Тушинский автомобильный тоннель. Лишь по счастливой случайности внутри в тот момент было пусто, и никто не пострадал. Все эти проблемы не свалишь на предыдущее руководство города. Сергей Семенович возглавляет Москву уже 10 лет. Этого более чем достаточно, чтобы навести порядок в городском хозяйстве. Но вместо порядка мы получили от мэра нарядный фасад и рекламные ролики о том, как похорошела Москва при Собянине. Пешком с Арбаты до площади Гагарина, там хлоп на бургер со здоровьем Собянина. Весь этот рекламный глянец может произвести впечатление на туристов. Но мы-то здесь живем и прекрасно понимаем, что в реальности Собянин оказался плохим хозяйственником, который не справляется с управлением таким сложным механизмом, как наш огромный мегаполис. Собянина надо менять. Москве нужен новый мэр, который будет заниматься решением городских проблем, а не обогащением своего окружения. Это действительно важно, поэтому прошу вас поставить лайк под видео, тогда YouTube будет чаще рекомендовать его другим пользователям. Делитесь этим роликом в соцсетях и подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик. До новых встреч!